Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Counter-Day на зеркальных уровнях. Досмотрите видео до конца, обсудим экономические события на этой неделе, на которых можно заработать, а также подпишитесь на канал, чтобы не пропускать мои еженедельные выпуски по понедельникам сигнала на прибыльные сделки. Ссылочка на мой канал будет в описании. Давайте посмотрим мета-трейдеры и сделки, которые я подготовил на этой неделе. По евро-доллару у нас консолидация красивая, в районе цены сопротивления 1.1352 можно будет ставить ордера на продажу, а в районе цены 1.1233 на покупку. Но надо учесть, что здесь уже цена дала коррекцию небольшую, поэтому если прямо сейчас цена подойдет, то можно будет поменьше лот сделать, потому что сигнал ослаблен. Но если цена еще пройдет вверх и опять вернется к уровню поддержки, то можно будет уже покупать нормальный полный лот. Что касается доллара и японской иены, здесь вот такая вот консолидация сопровождается красивым уровнем сопротивления, поэтому в районе цены 1.13848 можно будет ставить ордера на продажу. Канадец и японская иена, тоже консолидация красивая, в районе цены 89.04 у нас уровень сопротивления, отсюда можно будет продавать, а сейчас цена ушла вниз, пробила уровень поддержки и формируются зеркальные уровни сопротивления, поэтому если вернемся к этому уровню, то можно будет продавать в районе цены 88.211. Швейцарский франк, японская иена, значит, сформировала вообще шикарный канал, такой боковой тренд, в котором очень хорошо работает стахастический осциллятор, поэтому советуем воспользоваться. Кстати, ссылка на видео, я снимал видео, как пользоваться стахастиком, у меня на канале, смотрите обязательно. Вот, а сейчас что мы можем видеть, это то, что был пробит уровень поддержки, вот, если цена сейчас вернется обратно к уровню, это будет уже зеркальный уровень сопротивления, в районе цены 123.014 можно будет ставить ордера на продажу. Ну и евроавстралийцы, тоже у нас тут, значит, есть уровень сопротивления, поддержки, значит, смотрите, от поддержки у нас в районе цены 1.5703 можем покупать, в районе цены 1.6118 можем продавать, это уровень сопротивления, это классика, вот, но если приглядеться, здесь у нас есть вот такой промежуточный сигнал, сейчас был пробит уровень сопротивления такой локальный, и в районе цены 1.5803 сформируется зеркальный уровень поддержки, от которого можно будет выставлять ордера на покупку. Вот такие сделки у нас по метатрейдеру. Что касается экономического календаря, во вторник у нас все тихо, эта неделя вообще не такая волатильная, как прошлая неделя, поэтому новости будут только в среду и в четверг, в среду это ВВП по Британии, в четверг это ВВП по Канаде, потом наступает пятница, Рождество, в Америке выходные, в других странах тоже выходные, поэтому там уже рынок будет тонкий и не такой прибыльный, как в середине недели. Поэтому используйте возможность, торгуйте в среду и в четверг, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои сигналы по понедельникам. Ну а всем желаю успешной торговой недели, торгуйте с удовольствием, всем пока!